Здравствуйте, с вами Алина Сазонтова и вы смотрите информационный выпуск день за днём. Сегодня в выпуске. Я считаю, что эта акция должна продолжать свою деятельность. Экологическая акция продолжается. Водителю девятки оказалось тесно на дороге, в итоге заехал на тротуар. Я очень рада, что поучаствовала в этом мероприятии, потому что такие призы очень стимулируют дальше учиться. Школьник Росатома, собери портфель пятёрок. Выставка удивительная, мы уже под впечатлением, очень красиво, живописно. В историко-кровеческом музее открылась выставка смоленского художника. Экологические акции стали доброй традицией по наведению чистоты и порядка как в городе, так и в садоводческих товариществах. По инициативе градообразующего предприятия Смоленской АЭС и главы города Андрея Шубина при поддержке Совета руководителей предприятия и организации оказывают ежегодную помощь дачникам в ликвидации стихийных свалок. 7 июня предприятиями и организациями города была выведена спецтехника для наведения порядка на территории деревни Кукуевка. В садоводческом товариществе «Десна» с первого по третье поля были очищены баки, вывезен весь крупногабаритный мусор, собраны поломанные деревья и ветки. В очистке местности приняли активное участие и сами дачники. «Я считаю, что эта акция должна продолжать свою деятельность. Хотелось бы, конечно, чтобы и дальше так же было, чтобы чисто, приятно было посмотреть. Это дача, это отдых, это дети». У владельцев дачных участков в Кукуевке акция вызвала только положительные эмоции и массу благодарностей. «Замечательно отосвались, отреагировали на предложение собраться на субботник. Мало того, мы еще решили свои внутренние вопросы. Я очень рада, что в этом году было намного меньше мусора, чем в прошлом году». Подобная акция продолжится и в следующем году. Ну а пока председатели товариществ просят жителей не оставлять на мусорной площадке крупногабаритные отходы. Назначена дата выборов депутатов регионального парламента нового созыва. Это стало главным вопросом неочередного заседания Смоленской областной думы. День выборов назначен на 9 сентября. В соответствии с уставом Смоленской области в региональный парламент избирается 48 депутатов. Половина по единому избирательному округу, еще 24 по одномандатным избирательным округам. Бывает так, что водители не могут поделить дорогу. Проезжая часть оказывается для них двоих слишком узкой. В этот момент главное не находиться рядом с ториадорами, иначе пострадаешь. Именно в такой ситуации не повезло оказаться молодой маме и ее маленькой дочке из Смоленска. Подробности далее. Трагедия произошла около полудня на перекрестке улиц Кирова и Гагарина. Казалось бы, места для разворота и маневра вполне достаточно. Но тут на дороге появляется король. Решив, что ему везде приоритет, он упорно лезет не в свой ряд. В результате при повороте направо девятка задевает автомашину Ауди 100. От столкновения 24-летний водитель ВАЗ-2109 теряет управление и выезжает на тротуар. Под колеса его машины попадают люди, в том числе и маленькая девочка. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девочка 2015 года рождения, ее мать, местная жительница 1985 года рождения и женщина 1981 года рождения с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. О чем думал водитель, когда пытался втиснуться в ряд, нам неизвестно. Может, он очень спешил и был уверен, что успеет проскочить. А может, неважно. Главное, что в результате его неосторожности или самоуверенности в больнице оказались маленький ребенок и две молодые женщины. На его счастье, все они остались живы. Но ведь могло быть и по-другому. Каждый человек должен понимать, садясь за руль, что он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей. Как пассажиров, так и пешеходов. В Росарбском районе возводят масштабный тепличный комбинат. Стоимость инвестпроекта составляет свыше 3 миллиардов рублей. В этом компании помог глава региона. Ранее он обратился к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие во включении тепличного комбината «Смоленский» в реестр заемщиков. Вот в эксплуатацию первой очереди теплиц намечен на осень 2018 года. Здесь будут располагаться рассадные отделения, где будут выращиваться рассада и салат, и четыре блога производственных теплиц для выращивания огурцов. Социальный эффект от появления нового предприятия – 300 рабочих мест. «Росэнергоатом» второй год подряд реализует интересную программу «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок». Ее цель – поощрение родителей, сотрудников отрасли, повышение мотивации детей к достижению высоких результатов в учебе и их уважение к работе родителей, а также популяризация атомной отрасли среди молодежи. 7 и 8 июня состоялось торжественное награждение детей и их родителей. В интерактивном кабинете собрались самые преуспевающие по точным предметам ученики и их родители. С приветственным словом ко всем обратился заместитель директора по управлению персоналом Смоленской атомной электростанции Анатолий Терлецкий. «Учитывая, что оценки хорошие, значит, эту работу вы выполняете достойно, и, как говорят на предприятии, достойно еще и премии дополнительного вознаграждения. Хочу пожелать, чтобы это не последний был удачный проект, по которому длинное участие, и не последний раз мы вас поздравляли и обмечали вам заслуженно. Он наградил ребят почетными грамотами и подарками от концерна «Росэнергоатом». Родители получили благодарственные письма от директора Смоленской АЭС Павла Лубенского за достойное воспитание детей. По словам ребят, они почувствовали дополнительную ответственность, став участниками программы. «Эти призы, они очень важны для меня не только в том плане, как призы, но и в том плане, как еще и достоинство за то, что я смогла окончить седьмой класс на все отлично, на все пятерки. Это для меня стимул дает полную веру и надежду, чтобы в восьмом классе не скатиться до другого уровня, а остаться на этом же». «Я очень рада, что поучаствовала в этом мероприятии, потому что такие призы очень стимулируют дальше учиться на длине пятерки». С помощью этого проекта талантливая молодежь будет ориентирована на атомную отрасль и, возможно, свяжет свою дальнейшую судьбу с энергетикой. 1 июня в День защиты детей на территории сада «Ивушка» прошла квест-игра в поисках сокровищ. Дети были пиратами и путешествовали по островам знаний, песен, загадок, безопасности. На островах их ждали разные герои – Баба Яга, пираты, кикимора, кот-ученый и другие. Дети с большим удовольствием, азартом и интересом проходили испытания. В конце игры они нашли клад, конфеты и булочки. Развлечение понравилось всем без исключения. 7 июня в Историко-Кровическом музее прошло открытие художественной выставки молодого автора, члена Союза художников России Александра Зорина. Смоляне уже давно знакомы с его творчеством, а вот у десногорцев такая возможность появилась впервые. Александр Зорин – молодой, талантливый и уже очень перспективный художник, неоднократный участник областных и всероссийских художественных выставок. В 2003 году окончил факультет живописи Смоленского государственного института искусств. Зарекомендовал себя как первоклассный график-пастелист. За 15 лет творчества у него скопился большой багаж как опыта, так и работ. Написанные в разных стилях и жанрах картины художника выражают любовь к родному краю, его жителям и природе. Сюжеты просты и естественны, они наполнены ощущением ностальгии и светлой грусти. В Десногорск автор привез как свои ранние работы, написанные еще в начале творческого пути, так и созданные совсем недавно. В основном это живопись маслом и графические работы, выполненные в технике пастель. «Люблю, конечно, сельский пейзаж. Это моя излюбленная тема. Тут, конечно, у меня не только сельский пейзаж, и городской пейзаж представлен. Мне совпал этот год. 15 лет моему творчеству. И такая небольшая дата, 35 лет. И решил сделать выставку у вас в Десногорске». Александр очень много пишет, поэтому по области одновременно проходят сразу 3-4 его персональные выставки. Коллеги-профессионалы высоко оценивают его работу. «Выставка удивительная. Мы уже под впечатлением. Очень красиво, живописно, трогательно. Все настолько живо. Мы сейчас идем с детьми с пленеры. На ветру сидели, искали вот этот образ, искали пропорции, тон, цвет. Изучали, наблюдали. Вот это все. Когда это все пытаешься постигнуть эту гармонию живой природы, тогда это все очень понятно. Вот мы сейчас пришли на выставку, любуемся». Два года назад в Рословском музее состоялась персональная выставка «Зорина». Рословчане тогда имели возможность познакомиться с его творчеством. Но и для них нынешняя выставка стала открытием. «Эта выставка интересна для меня, например, тем, что я впервые увидела, как он работает маслом. И, в общем-то, хочу сказать, что такой вот живописец, он тоже довольно интересный. Ну, я хочу еще отметить, что поскольку с той выставки прошло меньше двух лет, он за это время сделал очень много новых работ, а главное, у него появилось что-то новое в технике. Так что перспективы, я думаю, этого художника хорошие. Будем радоваться и гордиться, что с таким человеком знакомились в самом начале его творческого пути». Пришедшие на выставку десногорцы остались в полном восторге от пейзажей и уходили с ощущением легкой грусти и ностальгии. «Бесспорно, выставка очень понравилась. Такое чувство, что попал в историю. Картина – просто история. Смоленска, Вязьмы, Талашкина». Директор музея Наталья Едемьянова вручила художнику благодарственное письмо, а он в ответ в дар музею передал свою картину. Познакомиться с творчеством Александра Зорина можно до 30 июня. Президент России Владимир Путин на прямой линии пообещал взять под контроль цены на бензин. Глава государства отметил, что подобная ситуация недопустима и пообещал, что к осени будут приняты дополнительные меры по стабилизации цен на бензин. Процесс также возьмёт на контроль федеральная антимонопольная служба. А теперь о погоде. 9 июня в Десногорске днём ожидается плюс 16, малооблачно, ночью плюс 7 – ясно. Всё самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. На сегодня это вся информация. С вами была ведущая Алина Сазонтова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алина Сазонтова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова